Всем здорово, с вами Найт, и мы продолжаем проходить бесконечное лето, свобода или счастье. В предыдущий серию мы с Семёном походили, побродили по лагерю, Женю пюрешку отнесли, куст у нас отжал конфеты, да и всё нормально, и мы пришли на пляж. Вернувшись в лагерь, я отправился на пляж. Там, в тени раскидистой ивы, можно было спокойно полежать и полюбоваться двумя пионерками, Алисой и Мику, в очень миленьких купальниках. Ну, Семён, я так понял, что уже почти переспитался, он уже реагирует на девушек, любуется ими, так что мужчина, горжусь тобой. Была тут и Ульянка, но ей понадобится ещё годика, два-три, прежде чем у меня возникнет желание полюбоваться её фигурой в купальнике. Ну, как бы поддерживаю-не поддерживаю, это фиг его знает, но тоже вроде бы приемлемо, потому что он на неё не глазеет, да и нормально. У нас в этой серии вроде бы должен быть этот конкурс, на котором мы будем зачитывать своё стихотворение, которое мы сейчас учили. Когда я вернулся после обеда на прогулке, Женя всё так же сидела за столом и писала в тетрадке. Жень, может на время всё-таки прервёшься? Давай издаучим стих для вечернего конкурса. Ха, так я и так на его изусть знаю. Думаешь, почему именно его я и выбрала? Вот это я, блин, понимаю, советский лайфхакер. Ладно, раз так, то мы сами свою часть подучим сейчас, да? Я оставил будущую Агату Кристи 2.0 в покое и сел учить свои строчки стиха. За этим занятием прошла ещё пара часов. Когда я уже не мог без запинки пробубнять себе поднос всю роль, в библиотеке появилась неизвестно где пропадавшая Лена. Она сообщила, что начало ужина сдвинуто на полчаса вперёд из-за конкурсов. Ой, мы же так не отрепетировали выступление без книг. Ха, ты права. Лена, давайте хотя бы пару раз прогоним стих. Эээ, генеральная репетиция, так сказать. Давайте. Шла машина тёмным лесом, сбил и Женю с интересом. Как выяснилось, такая репетиция действительно была необходима. Мы дважды перепутали очерёдность партий. Оба раза по моей вине. Но после трёх подряд успешных повторений было решено, что готовность к конкурсу стопроцентная. На этом репетиция была окончена. И мы отправились ужинать. Хавчик, наконец-то! Надеюсь, утренняя пробка при входе сейчас не повторится. Ну, горн сейчас прозвенел? Пока нет. Значит, должно её не быть. Хотя, может быть, там пионеры будут такие прошаренные, такие think about it. Эээ, около столовой ещё никого не было. Впрочем, удивляться, стол изъедовали. Горн ведь не трубил. При входе стояла наша вожата и осуществляла то, что в 21 веке будут назвать фейс-контролем. Она отгоняла от дверей мелких пионеров и носа лаской, улыбкой пропускала внутрь подростков постарше. Вот это я, блин, понимаю. Еду тем, кто постарше, а мелким пусть бегут, голодают. Ольга Дмитриевна, а почему это нам такой почёт поужинать до горна? А потому что старший отряд выступает первым. Не было печали. Логика в таком решении, однако, прослеживалась легко. Чтобы не срывать начало конкурса из-за младших пионеров, которые наверняка не будут готовы в назначен момент, первыми на сцену пойдут самые старшие. То есть мы. То есть самые старшие — это самые ответственные. Но пока тут не появился Семён. С Семёном тут всё изменится. А когда мы отстреляемся, там уже и малышня будет в боевой готовности, и вообще чики-пуки всё будет. Внутри народу почти не было. Помимо нашего отряда было ещё человек 20 из отрядов на год поменьше старшего. Совсем... Совсем никаких пионеров уже не было. Видимо, они будут ужинать, как обычно, после горна. На ужин давали весьма наваристый борщ со сметанкой и картофельные заразы, в которых я с большей долей уверенности подорывал остатки обеденного пюре. Ну чё, блин, Семён, там пюре, тут пюре. Один фиг пюре, а? Только фразу тут не хватает от поварихи. Пюре есть пюре. Что тут такого? Дабы пионеры не буянили на ночь напролёт... Стоп, а чё там они не буянили? С большей долей уверенности обеденного пюре. Дабы пионеры не буянили на ночь напролёт, вместо чая предлагается отдающий дымком компот и суркафруктов. Я не понимаю, чё они будут буянить с чаем? Они чё, в чай коньяк подливают или что? Вот, с таким набором блюд ужин прошёл молчание и звоне ложек. Но это и хорошо. Пока я ем, я глух и нем, как говорится. Как говорили, блин, в детском саде. Мне, кстати, интересно, до сих пор многим такое говорят или нет? Вот в детском саде или это в школе? Блин, вот серьёзно, очень интересно, стоит задуматься. Ладно, покончив с ужином, наша троица вышла на площадь. Я так понимаю, у вас ещё примерно час до начала конкурса, да? И что будем делать? Ещё раз повторим своё выступление? Не, девчата, вы как хотите, а я полчасика поваляюсь пузом кверху. Не, я бы на самом деле, раз уж ответственное мероприятие, я бы как сделал? Я бы им сказал, ну, давайте повторим, что ли, чтобы не было такого, что наша Маша растеряша. Все мысли из головы растеряла. А Маша это Семён. Не, девчата, вы как хотите, а я полчасика поваляюсь. Только не проспи, Сеня. Ольга Дмитриевна говорила, что наш номер первый. Вот те раз. Ладно, бросьте мне прозвонить за 15 минут до начала. Кхм. Они сейчас, скорее всего, этого не поймут, что за прозвон, да? Ну, я так и понял. Я сказал это сладко, зевай, не сразу сообразил, что сейчас ляпну. Только по недоумённым лицам пионерок стало понятно, что я спорол чушь. В их понимании, конечно же. Чем, чем в тебя бросить? Жень, ты правильно поняла. Брось в Семёна камнем. Да потяжелее. Тогда он точно проснётся. Эм, ничем бросать не надо. Разбудите, если за 15 минут до начала я не появлюсь около сцены. Так, судя по ухмылке Жени, она... Я подозреваю, как собралась меня уже будить, да? Для тех, кто смотрел предыдущую или позапредыдущую серию, будет понятно, как она будила Семёна. Женя одарил меня ехидной улыбкой. Хм, разбудить это я могу. Мне тут же вспомнилось, как она будила меня в обед. Только без воды. Пожалуйста. Ну чё, почапали. Вот он домик мой, вот мой край родной. Я решил воспользоваться выпавшей возможностью и покемарить с полчасика. Домик, по счастью, был в целом моём распоряжении, что оставляло надежду на возможность немного расслабиться и отдохнуть. Сперва я хотел завести будильник, чтобы не проспать, но при одном взгляде на этот подлинный артефакт из мира стимпанка у меня тут же пропало всякое желание даже трогать его. Доставать смарт из рюкзака я тоже не рискнул. Блин, Семён, чё ты за такой этот параноик-то, а? Как будто из-за окна вы сейчас появится, как это, как в Death of Night Jimmy появлялся. Кстати, надо бы допройти Death of Night. Я очень давно в него не заходил. И те видосы, которые сейчас выходят, это видосы давности где-то середины августа. Если не раньше. Такс, я тоже не рискнул. Кстати, я вот не договорил сейчас ещё то, что... А то вылезет, блин, как Джимик какой-то ФСБшник такой, а-а-а... А чё это? А, не ФСБшник, а это НКВДшник, типа... А шо это у вас тут такое? Агрегатство из другого времени? Ну шо, пройдёмте-ка с нами. Там разберутся. И скажут шо да как. Они знают, где меня искать. Если просплю, сами придут и разбудят. Ну вот, НКВДшники какие молодцы. Сладко потянувшись, я, как герой известного анекдота, упал на кровать и ударился головой об угол подушки и потерял сознание на полчаса. Я уж хотел было спросить, почему на полчаса, но потом спал то, что Ольга Дмитриевна говорила, то, что через час будет у нас представление. Даркнесс, мило улыбаясь, сняла свой доспех, под которым оказалась полупрозрачная туника. Она подошла и склонилась надо мной. Да хватит тянуть уже, снимай, снимай-то! Мне чё-то кажется, сейчас будет какая-то немая сцена. Воительница послушно распахнула своё деяние, и я увидел под ним перья. Всё тело от колен до плеч у неё было покрыто пушистыми перьями. Какого чёрта? Даркнесс выдернула из живота пёрышко и приняла щекотать им моё лицо. Я принялся отмахиваться, но принцесса не унималась. А-а-а, я понял, что за пёрышко! Прекрати, ну что творишь? Перестань! Тогда просыпайся! В каком смысле? Семён, опоздаешь на конкурс? Вставай, а не то придётся водой тебя обливать! Что? Я открыл глаза и понял, что никакой Даркнесс здесь не... Блин, мне интересно, а... Растёгивай, снимай, он тоже вслух говорил или нет? Судя по ухмылке Жени, да, Семён такое ляпнул. А есть черноволосый пионерка, который весело хикикач и хочет мне лицо пером из подушки. Сеня, что ты там хотел, чтобы я сняла? Это, как говорится, останется тайной. Пионерской, естественно. Уставившись на девушку, я пытался припомнить свой сон. Кажется, там было что-то эротичное. Возможно, даже хентай. Ну, Жень, если хочешь, то мы можем с тобой потом после конкурса прогуляться, и Семён тебе всё расскажет. Правда, тут хентай сцен никаких не будет, я так понимаю, потому что я один раз залезал в файлы мода для того, чтобы превьюшку сделать, и там я ничего такого не обнаружил. К моему счастью, потому что цензурить не придётся. Шо ты так пялишься? А ведь у Жени довольно привлекательное лицо. Всё, Семёна понесло, и тело стройное, с огруглостями в нужных местах. Как я это раньше не обращал внимания? Семён, ты своего змея, что ли, не укрощал с утра, а? Откуда такие мысли? Ничего, идём на концерт, опоздаем. За порогом домика стоял сказочный вечер. Хоть сейчас на картину художенька это похоже. Склонившийся над горизонтом солнце завалило весь лагерь солнечно-красного оранжевого цвета, который создавал атмосферу предвкушения чего-то очень хорошего и приятного. Мы бодрым шагом топали по аллее в направлении сцены. Нас встречали лавочки Приоры, туда же с разных сторон тянулись пионеры из всех возрастов. По пути к сцене Женя рассказал мне о том, что ей удалось придумать по дальнейшему развитию сюжета с британским детективом. Знаешь, Сень, а ты здорово не помог, прямо сдвинулся с мёртвой точки. Если есть ещё идеи, обязательно говори. Будешь моим соавтором. Буду твоим что? Соавтором. Почему это я начал цепляться к словам? Ну, я не знаю. Я на это не могу сказать ответа. Почему? Да потому что. Самый хороший ответ. Возле сцены уже царили предпраздничный хаос и суета. О, суету навести охота. Кто-то настраивал аппаратуру, время от времени выкидывая чудовищные фидбэки, когда звук закольцовывался между микрофоном и колонками. Блин, кстати, если у кого-то, кто смотрит данный видеоролик, есть PS4, есть телефон и приложение PSAV, вы можете немного так потроллить друга. просто зайдя и оттуда, и оттуда в такую вещь под названием тусовка. Просто вот это вот закольцовывание между микрофоном и колонками, это можно очень легко сделать и сбесить тех, кто находится в тусовке. Я так друга немного побесил. Просто малейший шум закольцовывался и прямо какой-то невыносимый писк выдавался. Так что, если кому-то нужно, то пользуйтесь данным лайфхаком, как сбесить человека в тусовке. Скамейки предсценные были заполнены уже 100% на 50. А, уже процентов на 50. Я такой 100% на 50. Вокруг всего этого, что тут, то там, стояли группками по одиночке пионеры, последний раз дошлифовывая свои номера. Ну а Семён не дошлифовывая, просто он решил поспать и помять Даркнесс. Но в итоге, Женя услышал, что он там хотел, чтобы раздевайся, там ещё что. И, судя по ухмылке, я так понял, что она, возможно, была бы даже и не против. Усильно совещали друг с другом и так далее. Меня совершенно не интересовало, что же будут показывать на конкурсе все эти люди. Волновало меня только выступление моей команды. А ещё днём мне казалось, что весь этот конкурс – ерунда, о которой не стоит много переживать. А вот сейчас я чувствовал все признаки предконцертного мандража. Сердце бешено стучало, на ладонях выступил холодный пот, а в горле стоял плотным комом камень, мешающий мне говорить. До сего дня мне ещё не доводилось выступать на публике. Самое большое, что в этом моём портфолио, это неуверенный бумнёш у доски на уроке в школе. Сейчас же он мне представил выступать перед доброй сотней подростков в десятом и десятком взрослых. Блядь, я вот про этот шум, кстати, говорил. А уж когда он встает на всю квартиру, это… это просто жесть. Внезапно со стороны сцены раздался и особенно мощный фидбэк, от которого аж заложило уши. Сразу за ним последовал бодрый голос одной из вожатых. «Добрый вечер, пионеры и вожатые! Здравствуйте, товарищи! Я рад вас приветствовать на конкурсе талантов второй летней смены пионер... Второй летней смены пионерлагеря Савёнг! Нихера себе он ещё свеженький, действенный! Ещё тут, блин, панка с этим с Никитосом не бывало! Ещё минут десять ушло на приветственные и вдохновляющие речи про то, что Советский Союз он очень советский, и то, что Ленин он слишком ленинский, и когда я уже начал активно клевать своим нозом и видеть розовые пони, меня кто-то тряхнул за плечо. «Сеня, что ты всё спишь да спишь? Прямо как медведь зимой! Или как Медведев на Олимпиаде в 2014-м! Сейчас эта болтунья закончит, и мы сразу выходим!» Моя сонливость как рукой сняло. Во, кстати, это Жиза! Когда был такой момент, что мне нельзя было спать, а меня вот прям в сон клонило-клонило, вот самый вот прямо бодрый скачок, это если, ну, я не знаю, малейший какой-то, то ли испуг, то ли ещё что, а для меня тогда был испуг то, что вот я усну. Помню, как я... Глаза уже закрылись, я немного начал ходить в дрему, кто-то, блин, схватил меня за плечо, типа, а было такое ощущение, как будто немного кто-то тряханул. Я такой, просыпаюсь, типа, как от скримера какого-то. И всё, и сон как рукой сняло. Тоже лейфхак полезный. Женя твёрдым шагом направил в сторону сцены. Переглянувшись, мы с Леной последовали за ней. Ох ты же, нифига себе, какие виды, какие пейзажики тут. Я надеюсь, то, что нам на коне не придётся кататься. Стоя за кулисами, наша троица внимательно пришлась к трёпоту ведущей, которая всё никак не могла заткнуться и дать её отмашку для начала нашего выступления. Пережидая эту ненужную задержку, я поглядывал из-за угла на конферансный, или как её там, и нервничал ещё сильнее и сильнее. На шею у меня село ухо, я отогнал её, но она тут же вернулась при новой попытке прихлопнуть её навязчивое насекомое, и я неожиданно поймал кого-то за руку. Я думал то, что сейчас Семён неожиданно эту Жене пощёчину дал, и возникла бы неловкая ситуация. Обернувшись, я увидел Женю из последних сил, сдерживающий смех. Это она водила по моей шее всё тем же пёрышком, которая четверть часа назад будила меня в домике. Ох, Женя, если тут будет хентайная развязка, ох, Семён на тебя отыграется потом. Но вы, к сожалению, зрителей этого не увидите. Вы увидите, я не знаю, либо какого-то жирного Семёна на весь экран, либо просто чёрный экран. Как бы чёрный экран Малевича, драка негров в тёмном подвале ночью. Ребят, вы чего? Сеня, не нервничай, всё будет хорошо. Оценив всю нелепость здесь происходящего, я и в самом деле расслабился. В этот момент ведущая соизволила наконец-то объявить наши имена. А сейчас выходит инва... точнее пионеры со своим грандиознейшим выступлением. Из-за них зрительского зала и не было видно вообще. Это заметно успокоило меня. Я представил, что там на лавочках никого нет, и мы трое читаем стихи просто друг другу. Впрочем, даже после Жениной шутки с пёрышком и учётом условного отсутствия зрителей, некоторая нервозность всё ещё присутствовала в ней. Я понял, что ни черта не помню, с чего начиналась моя партия. Вот про что я и говорил. Семён, балда ты такая, я же тебе говорил. Надо немного подрепетировать перед самым началом. Он такой, я пойду полежу, разбудите меня или что. И потом ещё начал сквозь сон. Жене уже говорите, давай, снимай, раздевайся. Ну, Семён Семёныч, ну что это такое начинается? Товарищи пионеры, в вашем внимании представились фрагменты стихотворения Михаила Лермонтова, журналист, читатель и писатель. Прошу представить себе команду, которая стоит перед камином трое указанных персонажей. В роли журналиста буду я, Семён Пинешсатель, а Лена читатель. Визуализировали зрители эти образы, Женя... У меня всё, у меня же язык начал заплетаться. Женя начала. Я очень рад, что вы больни, В заботах жизни в шуме света, Теряя скоро ум поэта, Свои божественные сны, За то, какая благодать. Коля небо вздумает послать, Ему изгнание, заточение, Или даже долгную болезнь, То час его уединения, Раздаться сладостная песнь. Ну что вы пишете, нельзя ли узнать? В моём наполненном адреналином мозгу Сами с собой высплыли два слова, Которые я произнёс для рожачьим голосом. Да ничего. Со стороны скамей послышали сдержанные снежки. Напрасно. С дальнейшей строчки появились перед моим внутренним взором, Словно я видел перед собой страницу с текстом. О чём писать? Восток и юг? Давно описаны воспеты, Толпу ругали все поэты, Хватили все семейный круг, Все в небеса неслись душою, Взывали стайную мольбою, НКНК неведомой украсе, Как страшно, надоели все. Я сделал упор на последней строчке, За что был вдоволь вознаграждён порцией смешков, В этот раз чуть более интенсивных. После этого выступила Лена, Её нежный и неуверенный голосок здорово контрастировал с первой строчкой её партии. А я скажу, нужна отвага, чтобы открыть хоть ваш журнал. Читаешь сотни опечаток, Стихи, Такая пустота! Слова без смысла чувства нету. С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат. Я вспомнил свой писательский опыт. Вот уж точно получилось у меня совершенно правдоподобные персонажи, Которые вели нелипые беседы. Слава богу, что я не думал себе опубликовать свой опуск на каком-нибудь форме. Я же точно же говорю, Прочитайте критику мою. Вот интересно, какие отзывы собрала бы моя пояс, Опубликую я её на самом деле. Семен, не отвлекайся, сейчас ты в ложу сянешь. Читала мелкие нападки, Знашерифт картинные опечатки, На мелкие тонкие, на то, Чего не ведает никто. Не всякий автор готов стерпеть критику своего произведения. Семен, ты дебил такой! Войдите в наше положение, Читайте нас из низших рук. Приличие, вкус, всё так условно. А деньги всё ведь платят ровно. А Лермонтов-то не дурак был, Как про сегодняшний день сочинил. Действительно, какой смысл мучиться создавать шедевр со сложным сюжетом и тонким изящим слогом, Если всякий пацанский трэш, Состоящий безвкусицы и матом напополам, Соберут не меньше читательских симпатий. А может, даже и больше. Зато какое наслаждение! Как отдыхает ум и грудь. Коль попадётся как-нибудь. Живое, свежее творение. Вот, например, Приятель мой. Владеет он изрядным слогом. И чувствует мысли полнотой. Я бросил украдку взгляд на Женю. Вот интересно, Наша писательница ассоциирует себя с кем-то персонажей из этой сценки? Всё это так. Да вот беда. Не пишут эти господа. Заслушивавшись девушек, Я едва не пропустил момент, Когда снова наступил моя очередь говорить. Вот именно, Семён, Сейчас в лужу сядешь. О чём писать? Бывает время, Когда душе, проснувшись едва, На мысли, дышащие силой, Как жемчуг, Нижутся слова. Но эти странные творения Читаю дома я один, И ими после без зазрения Растоплю я свой камин. Чёрт, почему так жизненно, ага? Когда я произнес последнюю строчку, Мы второём взялись за руки, Вышли чуть вперёд И поклонились. Всем, кто слушал, молодец, А не слушал, в жопу огурец. Я не ожидал особого успеха нашего номера. Слишком уж и юной была наша аудитория, А выбранные девочками стихи Слишком взрослыми, Слишком ироничными И для большинства здешних пионеров. Но мой скептицизм был посрамлён Неожиданно громкими и бурными аплодисментами. Видимо, юная пионерия Нашла в прочитанных нами стихах Что-то близкое и понятное. Такие сидят и Жиза! Или они просто привыкли рукоплескать Вообще всему, что показывается со сцен. Мне кажется, там вожатая сидела С плёткой с этим, с табличкой, типа Хлопать в ладоши Рукоплескать Скорее... Вскоре комфортуем подбежал Ты чё это со мной такое? Вскоре к микрофону подбежал ведущий С пресными похвалами Согнала нас с подмозгом в такие Да-да, молодцы, пши нахуй отсюда Выходя через ту же дверь, которая привела нас сюда Мы встретили Мику в компании двух рыжих хулиганок Ща они будут петь со стороны сцены Вот и помер дед Максим Да и Ленин остался с ним Оказавшись на улице, мои компаньонки облегчённо вздохнули Фух, неужели устали? Да не то, чтобы устали, но психологически непросто было Серьёзно, а по вам не скажешь Ладно, я там с зубами стучал Да, мы слышали На самом деле, хорошо выступили Даже не ожидали, что нам так ваплодировать будут И я Аналогично Что теперь? Может прогуляемся? Давайте сначала концерт осмотрим Вдруг приз дадут именно нам Но если за весёлые старты И за это дадут приз Семён Я бы тебе сказал одно Оставайся тут, ты будешь тут победителем по жизни И, возможно, даже перевспитаешься до такого, что будешь дамским угодником 228 Как бы ты прислушайся, задумайся об этом К сожалению, ждали мы напрасно Когда час спустя последний пионеры отплясали свой танец Ведущая сообщила, что приз спиздили Точнее, что все участники показали себя очень достойно Поэтому судьям понадобится время, чтобы определить победителя Объявят его завтра на утренней линейке в торжественной обстановке А там же будет вручённый главный приз И всё в этом духе Короче, вожатые и жюри Забьют хер на это И скажут то, что ну все они хорошо выступили Победила дружба Вот что является главным призом К сожалению, так и не было сказано Если опять конфеты, я буду саботировать все последующие конкурсы за и соревнования Что я вам? Улиянка конфетами довольствоваться? Мне бы бургер какой-то потолще Или роллы с лососем Семён, возьми удочку себе смастери Налови, я не знаю, там карася, лососи Если он такой будет, если тут будет красная рыба Напроси риса И, ну я не знаю, водоросли тут растут такие, чтобы их в роллы И сделай сам себе роллы В чём проблема? В чём проблема? Можешь сам себе роллы сделать Я вот даже недавно делал роллы И выложил фотку в инстаграме Что у меня получилось Ссылочка на него будет в описании Из кулинарных месочетаний меня вырвала Женя Она вслух озвучила то, что я лишь подумал Надеюсь, завтра победители не будут снова награжать конфетами, как и вчера Лучше бы книгу какую-то хорошую подарили А вчера конфетки были вкусные Я бы с удовольствием ищупал, ну Лен, я могу тебе сказать одно Если на пеньке остались конфеты Если... Если куст всё не сожрал То как бы ты можешь пойти на пенёк сесть И конфеты захавать? Кто тебе мешает? Откуда ты знаешь? Нам же они не достались А меня знакомый угостил Её отряд победил А, ну... Блин, я понимаю Хорошая знакомая, да Очень хорошая Стеснительная Лена умудрилась завести знакомство в лагере Или они были знакомы до приезда сюда Блин, я насколько помню Из лора Она очень близкая подруга с... Алисой Вот... Чисто две противоположности Скорее всего Алиса её угостила Обсуждая выступление в конкурсе Страя предположения о предстоящей награде Мы неспешно дошли до площади с Гендой Ну всё, ребята Я уже пойду в домик Спокойной ночи Спокойной ночи Лена ушла в сторону домиков Оставив нас с Женей наедине Ну, почти наедине Если не считать Бронзового Генду И Орду Пионеров Которые через площадь возвращались в свои домики Ну что ж Я думаю, что на этом мы приостановимся И продолжим уже в следующей серии Я не знаю Будет ли у нас что-то с Женей Или не будет Узнаем уже в следующей серии Так что на этом всё С вами был Найс Если вам понравилось данное видео И вы хотите больше видеороликов по данному моду То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Делитесь этим видео с друзьями И всем до скорой встречи Всем удачи Всем пока